Всем привет, друзья! С вами Влад. В этом видео я вам покажу, как же получить новый скин на свой Кабар. А для тех, кто не знал, стандартный нож называется Кабар. И итоги прошлого конкурса на Голд Пасс. Поздравляю победителя с получением Голд Пасса. Я ему задоначу на его аккаунт, либо просто скину ему деньги, и он получит свой Голд Пасс. Вы зададитесь вопросом, почему я замазал его ID? Да потому что очень много китков в комьюнити. В прошлом Голд Пассе, это был за 9 проекта, я разыгрывал Голд Пасс между подписчиками. И один из подписчиков выиграл, я разыграл ему, то есть отдал ему этот пасс, и его обманули на аккаунт. Да, его обманули, просто забрали у него аккаунт с Голд Пассом, ребят. И капец, что происходит? Вы вообще адекватные, что вы делаете? Поэтому я не буду палить теперь ID-шники в видосе победителей, потому что это ненормально. Кидать людей на аккаунты. До свидания, понятно? Так, рассказываю вам лайфхак, с помощью которого мы сможем сразу же загружаться в катки и не ждать загрузку, потому что сейчас все лагает, сервера призагружены, просто ставим запад, либо юг США. Там мало игроков, и игра сразу запускается в тренировке. Так, ребята. О, кстати, мне ножи прилетели. Найс. По 1199 и 1171. Неплохо, неплохо. Давайте попробуем одну фишечку. Применить к террористам. Заходим и начинаем тренировочку. Смотрим, насколько быстро загружается игра. Два, три. Все, две секунды, ребят. Две секунды хватило, чтобы загрузить полигон. Не нужно ждать две минуты, пока загрузятся сервера Западной Европы, либо Восточной, либо России. То есть там очень долго все грузят. Ребят, новый нож у меня в руке. Как я обещал. Все работает. Это не скинченджер, вот вы видите. Это всего лишь баг, потому что мы переменились за террористов флипк-кнайф, а мы за спецназ. Вот и все. Жалко, что заданий с вот этим режимом пока что нет. Давайте сменим на другой нож. Например, на тот, который был в превью. Например, бабочку. Бабочка вот лучше всего выглядит. Реально, самый красивый нож это с бабочкой просто. Это не реальность просто. Так, давайте найдем его в инвентаре. Господи, сколько этого всего мусора у меня в инвентаре. Так, террорист. Найс. И погнали в тренировочку. Залетаем в тренировку. И я буду демонстрировать этот прекраснейший нож. Золотой нож. Золото на моей шее. Да ладно, шучу. Так, видите, как быстро загружается все. Ле. Вот это кайф, ребят. Вот это красота, реально. Я уже, конечно, это видел все у себя на экране. Да, потому что я уже записываю десятый раз. У меня были траблы. Разные с этой записью. Но, ребят, это очень красиво. Это неплохо. Это прекрасно. Блин. Я понимаю, что у некоторых людей просто нет ножа. И вы можете это насладиться у меня в ролике. Давайте сменим на другой нож. Так. Как же быстро работают загрузочки на юг США. Боже, мне это так нравится. Вот, например, когда я на Восточной Европе, либо на Центральной, загрузки идут по 30-20 секунд. Здесь всего лишь 5 секунд, и все. И мы уже загрузились. Так, в принципе, давайте анти-энд. Это самый красивый, в принципе, нож будет в этом списке ножов. Я бы, конечно, показал бы вам Драгонглаз М9, извиняюсь. Но у меня его нет. К сожалению, я не буду тратить столько голды, там, 5 косарей, просто чтобы показать вам Драгонглаз. Это глупо. Так. Зато я купил два ножа. Специально купил два ножа, чтобы продемонстрировать, как они будут выглядеть. Для ролика, понимаете? Я купил два ножа для ролика. Я их продам, я уйду в минус. Потому что сейчас эти ножи очень дешевые на продаже и большие на заказе. И ради ролика купил два ножа, уйду в минус на 500 голды примерно, потому что там еще и комиссия. А вы даже лайк не поставили, реально обидно. Я вам показываю, конечно, Драгонглаз М9 я не покажу. Возможно, это сделает какой-то другой ютубер. Спасибо тебе, другой ютубер, который это сделает после моего ролика. Если он это сделает, то вообще красавчик. Кстати, вот как выглядит этот анти-энд. Нереально крутой. Вот капец, просто жесть. Ребят, кайф. Вот с таким ножом он выглядит, как будто это... Капец, я бы с таким играл бы. Вот серьезно, мне очень нравится такой нож. У него еще, короче, ручка от М9 почему-то стоит. Вроде бы. Или это просто текстура такая 3D-шная? Реально, возможно, это просто текстура такая 3D-шная, и он кажется таким огромным. Капец. Так, давайте возьмем калаш и будем менять. Блин, как же круто вот так вот. Опа! Ля, как же это классно, ребят. Жалко, что М9 заменил кабар. Лучше бы М9 был новой коллекцией, да. Красивый нож. И покажу еще кое-что. Это последний нож. Драгонглаз флипкнайф, получается, да? Который у нас есть в инвентаре. Загрузочки у нас очень быстрые, так что их вырезать даже не нужно из ролика. Это вообще прям приятно все. Так, применить. И погнали в тренировочку. Еще раз залетаем. Загрузочка 2 секунды, как всегда, ребят. По дефолту. И тут примерно вот 5... Давайте посчитаем даже. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 секунд. Блин, ну вы... Блин. Не то сделал. Ну ладно, ребят. Я думаю, этого достаточно. Если вы хотите посмотреть прям нереально много ножей. Я придумал для вас челлендж. Смотрите. Вы берете, снимаете такой же ролик. Тегаете меня в ролике. То есть, в названии видео пишите Решетка Мамонт. И я посмотрю эти ролики. Там, где вы возьмете свои ножи. Примените за террористов. И зайдете в этот режим, чтобы я посмотрел, например, тот же М9 Антиент. О, не Антиент. Как он там называется? Блублат, например, да. Потому что я его продал. К сожалению, я посмотреть на это не могу. Потому что все эти ножи я продал. Но, как только они у меня появятся, Я сразу же проведу еще раз этот эксперимент. Ну, уже не на ролик, а для себя. Но, в принципе, неплохо. Ребята, не выключайте. Послушайте внимательно. Я вам расскажу про удачу. Что такое удача? Только слушайте внимательно. Когда вышел 2ер спас, Мне с этого 2ер спаса выпали кейсы. Из этих кейсов я выбил крутой дроп. Ножи. Статтрек легендарки. Юмби статтрек. Аркану. То есть, на то время это был огромнейший лютый просто дроп. Это нереально круто было. Вот я был очень рад, когда я это все увидел у себя в инвентаре после открытия кейсов из 2ерс пасса. Это была удача. Да. Потом выходит пасс 2020. Там выходят кейсы. Из этих кейсов я выбил бабочки. Не помню. Вроде бы 2020 пасс вышел из фейбл коллекции. Но я помню, что там мне очень огромный крутой дроп выпал. Там реально выпали... Не, не бабочки, подождите. Ножи какие-то. Блин, это было так давно? Новый год. 2020. А сейчас уже октябрь. Ребят, время очень быстро летит. Так что занимайтесь своими любимыми делами. Не пропускайте, не тратьте свое время на пустоту. Так вот, я помню, что 2020 пасс был продуктивный. Но не насчет этих наклеек, не насчет скинов, а именно кейсы. С кейсом у меня постоянно лютый дроп крутой падал. Дальше вышел пасс Z9 Project. Там я открывал фейбл кейсы и мне опять там две бабочки дропнулись. Понимаете? Бабочки дропнулись из фейбл кейсов. Нереально круто. Спасибо огромное. Мне вот прям понравилось. Крутой пасс. Это тоже удача. И я надеюсь, в этом пассе, в этом, именно вот этот, который сейчас у нас, я хочу, чтобы мне выпали ножи из кейсов. Да, я, конечно, наглый, что я несу, какой нож из кейса, вали отсюда, но я чувствую, что он реально выпадет. И если он выпадет, я сниму отдельный ролик про это, расскажу подробно, насколько можно быть везучим и каждый раз из пассов выбивать ножи из кейсов. Было три пасса, я из каждого пасса выбил с кейса нож, потому что там давали кейсы, типа, в пассе бесплатно. Я постоянно ножи выбивал. Сейчас, если выпадет опять нож, то это будет вообще круто. Но, конечно, вот как на видео у меня тут в руках Юсп Статрековский, мне не выпадет. Я не уверен, потому что моему подписчику с первого раза выпал этот Юсп. Это Аркана Юсп Статрековский, Аркана Юсп Статрековский. Он зананатил 600 рубликов, пошел играть, ему сразу же выпал этот Юсп. Он был настолько рад. Капец, это так красиво выглядит. И смотрите, сейчас будет секретная анимация. Это секретный способ, как ее активировать. Просто быстро нажимаете, и она сработает. Не всегда. Да, это нужно очень быстро нажимать. У вас должна быть очень быстрая рука. Это очень сложно. И получается это не часто. Но обычно, когда я играю и начинаю нажимать очень быстро на Юсп, обычно не срабатывает. Ну и все. В принципе, я все рассказал, что я хотел рассказать про эту удачу, про пасс. Всем спасибо за просмотр. И погнали делать ножи, в принципе. Вот эти, которые мы обещали. Да, 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 да. Все, пока. Всем пока. Удачи, удачи, удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok